Власти Казахстана ежегодно тратят свыше 40 миллиардов тенге на пропаганду в средствах массовой информации. Об этом стало известно сегодня во время общественных слушаний в Астане. Выводы правозащитников неутешительны. Распределение бюджетных денег между лояльных к властям редакции максимально закрыто. Никто не проверяет, насколько эффективно они расходуются. А уставшая от локированных новостей аудитория больше доверяет интернет-изданиям. Особенно тем, которые в Казахстане официально запрещены. 19 источников объективной информации или альтернативной информации служат, наверное, те каналы, те издания, которые запрещены в Казахстане, которые не могут выходить в официально печатном виде, которые запретили решением суда или создаются препятствия для того, чтобы они выходили в таких традиционных СМИ. Поэтому я, наверное, думаю, что здесь, скорее всего, те СМИ, которые сейчас есть в интернете, представлены запрещенные СМИ, сайты. И плюс к этому, наверное, соцсети. К слову, государство не только зомбирует население, лишая выбора источников информации, но и наносит тем самым вред всему отечественному медиарынку, подсаживая журналистов на госзаказ, как на иглу. Это самое, наверное, обидное, самое плохое, потому что в итоге медиарынок, он у нас как, не знаю, извините за грубость, как какое-то болото, в котором, в принципе, пресса достаточно вся однообразная, скучная, и никакой особо критики нету, и это не развивается. Мы зацепляем к народу! Мы зацепляем к народу! Только за последние два года власти Казахстана закрыли по решениям судов как минимум 10 неугодных газет и интернет-порталов. Инакомыслие и критика власти Демократической Республики под запретом. Отклонения от политического курса Ельбасы преследуются повсеместно. При таком раскладе чиновники игнорируют голос гражданского сектора. Впрочем, и на эти слушания слуги народа решили не приходить. И зря. Ведь критика, как известно, держит власти в тонусе.